Война уже идет, оторвемся мы от России или нет. Армянское общество воспринимает любой политический шаг исключительно в ракурсе, а если начнется война. Война уже идет, в 2020 году в Арцахей, а после этого на территории, называемой Арменией. Но оккупацию части Арцаха, агрессию в Джермуке и Сотке, попытки оторвать Сюник в Ереване не считают войной. Теперь войной пугают в связи с призывами США определиться, призывами выйти из ОДКБ и выстраивать альтернативную систему безопасности. Если мы оторвемся от России, то начнется война, Армения превратится в Сирию, говорят доморощенные стратеги. Они забывают, что с 2018 года новое правительство Армении постоянно твердит, что не собирается выходить из ОДКБ и АЭС, что Россия — стратегический союзник Армении, но война все равно началась. Выиграла от нее прежде всего Россия, которая ввела в Арцах вожделенные войска. Они забывают, что с 9 ноября 2020 года правительство Армении говорит только о мире, соглашаясь со всеми немыслимыми условиями русско-турецкого тандема, Пашинян ни разу не посетил Арцах, вывел оттуда. Войска отдал дорогу Горис Капан, Бердзорский коридор, Хацэ Аберт Паруха Хавна, ежедневно присягает в верности трехстороннему заявлению и говорит о мирном договоре на 29,8 тысячи КВ, КМ. Но война все равно началась, стала реальностью битвы при Джермуке, и сотни молодых парней и женщин погибли в одночасье. Пора бы уже понять, что постоянные разговоры о мире с турками и клятвы в верности русским не ограждают нас от войны, а гарантируют ее. Это не значит, что если у нас будет другая система безопасности, то мы будем застрахованы от войны. Нет, это значит, что если мы начнем сами выбирать свою систему безопасности, то появятся шансы не только избежать войны, но и вернуть утерянное, как это не кажется невероятным. Потому что если не вернуть утерянное, то битва при Джермуке, сотке, горе Сесиване и расфе станет только вопросом времени.